День добрый, дорогие мои друзья и гости канала! Сегодня в очередной раз хочу представить вам свои экзотические растения. Очень мне понравился процесс выращивания авокадо и манго. Сегодня речь пойдет о растении манго. У меня в жизни никогда не было хобби. Всего понемножку. А вот с февраля этого года, когда я впервые прорастила косточку авокадо, а затем манго, этот процесс меня очень-очень увлек. Вот эта манго, высаженная 31 марта, прорастила его. Это была моя первая косточка. И вот так удачно. И с тех пор этот процесс меня очень интересует и увлекает. В этом видео я покажу вам, как выглядело это растение манго какое-то время назад. Покажу, как извлекаю семя из косточки, а косточку из плода. Как растет, проращивается семечко. Это будет чуть позже. Посмотрите, как растение хорошо развивается. Листочки такие упругие, зеленые. Каждый день любуюсь своими растениями. Так и называю их экзотика на подоконнике. Мне кажется, зелень в квартире, это очень красиво. Вот появился у меня новый плод манго. Косточки я сейчас никогда не выбрасываю. Ставлю их на проращивание. Пока получается удачно. Плод для того, чтобы проращивать семя, должен быть, конечно, спелый. Видите? Цвета такого и мягкий. Достаточно крупный. Вот так выглядит манго. Очень нравится. Вот вы видите два горшочка. Не знаю, по каким причинам второй горшочек, который без растения, высадила туда росточек. Хороший, но он погиб. Даже не знаю, почему. А первая манго растет и хорошо развивается. Сейчас из плода будем доставать косточку. Делать это нужно, конечно, аккуратно, чтобы не повредить косточку. Хотя косточку, ладно, ничего страшного, ее не повредишь. Мякоть у манго такая сочная, волокнистая. И достаточно легко это можно сделать. Вот этот первый шаг по извлечению именно косточки. Мякоть у манго вкусная. В отличие от авокадо, его, конечно, эту мякоть можно есть просто так. У авокадо такая мякоть, как масло. И просто так в рот не положишь. Конечно, можно делать разные намазки. А манго можно съесть и так. Вот эта самая косточка. Она достаточно крупная. Как я уже сказала, волокнистая. Я от мякоти освободила, помыла уже эту косточку, обмыла. И будем сейчас извлекать семя. Если у авокадо мы косточку ставим на проращивание, то у манго нужно достать семечко. Аккуратно, ножом. Главное, не торопиться. Это не сложно. На первый взгляд кажется сложно раскрыть косточку. Нет. Главное подцепить уголочек, как ракушку. Раскрываем. А потом уже дело рук. Но когда протыкаем косточку, то действительно здесь уже нужно быть поосторожными, чтобы не повредить именно семя. Вдруг оно уже дало какой-то маленький росточек. Видите? Лежит там, как куколка. Достаем осторожно. И вот такая вот пленочка, такая вот рубашечка тоже рождаются. Семечки оказываются в рубашке. На ощупь такое гладенькое, хорошее, когда в руки беру такие семечки. Прям, ну не знаю, какая-то нежность ощущается. Очень похоже на крупную фасолину или боб. Вот такое семя. Большое достаточно. Сейчас мы его будем подготавливать для того, чтобы отправить на проращивание. Проращиваю я это семя именно вот таким образом. в салфеточке. Где-то читала, смотрела в воде, как авокадо. Но однажды у меня погибло. А вот так в салфеточке уже третья косточка хорошо развивается. Одно растение авокадо и манго я уже подарила подруге. Поставила в красивый горшочек. И вот такое красивое экзотическое растение просто подарила. Пусть радует и мою подругу. Очень увлекательный процесс. Я думаю, что у кого есть дома вот авокадо, манго или какие-то другие растения, которые требуют терпения, долго проращиваются, растут. Это как-то так вот по-особому, мне кажется. Теперь я это салфеточку смочила, положила в пакетик и отправим на подоконник. Только не под прямые солнечные лучи. Было это 23 июля, как вы увидели. Это видео я не выставляла. Чтобы вот так объединить и показать уже вам результат. Мякоть манго можно съесть. Друзья мои, кто манго еще не ел, может быть, есть такие, то купите, попробуйте. Сделайте себе такую радость. Хотя бы попробовать. Это, конечно, дело вкуса. Но я очень люблю манго. Охлаждающий, нежный вкус. Такой сладко-кисленький. А вот наступило сегодня, 17 августа. И теперь мы посмотрим, как же ведет себя наше семя. Как оно проросло. Я, конечно, каждый день наблюдаю за ним. Смотрю, чтобы не дать салфеточке высохнуть. Вот этого допустить не нужно. И чтобы, конечно, наше семя не покрылось плесенью. Это очень важно. Солнечные лучи, чтобы... Ну, прямые солнечные лучи, чтобы не попадали. Как и на сами растения. Они любят тепло, конечно. Но, чтобы не обожгло их листья. И что там у нас в этой салфеточке? Я-то, конечно, знаю. А вам сейчас покажу. Посмотрите. Вот такое растение. Семя достаточно подрос, чтобы можно было уже перенести его в грунт. Вот с такими, как рожками. А семя, как жучок какой-то. Урсатенький, зелененький, коричневое. Ну, вот такое красивое. Я очень рада, что росточек вырос. И теперь, дай бог, чтобы домик оказался ему, так скажем, по вкусу. Чтобы корешки пошли хорошие. Сам росточек. Вообще, авокадо и манго растут очень быстро. Если им все нравится, то в течение первой недели после высадки в грунт они вырастают до 10 сантиметров. А семечко проращивается приблизительно в салфеточке дней 10. Вот такой горшочек я приготовила с грунтом. Пользуясь грунтом для комнатных растений, добавила чуть-чуть песочка. А вот это манго, о котором я рассказывала в самом начале. Лежит себе жучок-паучок. Высаживать в грунт буду в такую ямку, канавку. Сделаю. Вот я сделала такую ямочку. Положила его. Не буду вертикально. Семечко одно у меня так погибло. Вот положу. И три манго именно таким образом у меня хорошо прижились. Вот эти усеньки. Ямка не глубокая. Приблизительно 3 сантиметра. Присыпем землей. Аккуратненько все это будем делать. Земля должна быть рыхлая. На дне горшочка обязательно не забыть дренаж. Растения эти не любят, чтобы образовалось болотце. Они любят влажность, но и заливать не нужно. Немножечко вот так утрамбуем слегка. Росточек еще очень нежный, поэтому делать нужно все очень аккуратно. И посмотрим, и будем ждать. Очень надеюсь, что этот росточек будет расти, развиваться и превратиться в красивое растение. Остается еще это растение полить водичкой комнатной температуры. У меня всегда есть водичка, которая уже отстоялась. На фоне грунта и не видать росточка так хорошо. А вот это манго. 23 июля оно выглядело немножко поменьше. Хочется, чтобы, конечно, выросло растение. Всегда на свои растения, когда я их высаживаю, делаю вот такие наклеечки, чтобы знать, когда, что. Это уже просто для меня, для самой. К росточку сделала вот такую же и тоненькую подставочку, укрепление. Вот так все это выглядит. Друзья мои, любите свои растения, и они тоже вас будут радовать. Смотреть на них, любоваться, это уже радость. И глазам, и сердцу. Желаю вам всем хорошего дня. Кому интересно, оставайтесь со мной. Кто досмотрел видео до конца, большое вам спасибо. Конечно, это все на любителя. Продолжение следует... Продолжение следует...